Российская армия уже вскоре получит первую партию истребителей МиГ-35. Сегодня стало известно, что все испытания завершат уже в следующем году. Что особенного в новом поколении истребителей, выяснил Евгений Нипот. Сотрудники предприятия работают над одним из первых уже серийных образцов новейшего самолёта МиГ-35. Интересно, что значительная часть его деталей сделана из композитных материалов, как, например, вот этот элемент хвостового оперения. Вот так неметаллические изделия выглядят на первом этапе. Чёрные угольные ленты, которые слоями укладываются на специальное основание. Здесь нужна максимальная точность, достигается которая при помощи лазеров. После компоновки заготовка уходит в автоклав. Под давлением в вакууме при температуре 180 градусов запекается 16 часов. Уже после заготовка превращается в элемент самолёта, в сборке которого задействованы много молодых специалистов. Очень гордимся мы, когда видим наши боевые машины уже в воздухе, когда первый полёт они совершают, и ты испытываешь большую гордость. Всё, что происходит в цехах, специалисты отслеживают благодаря единой компьютерной системе. Она позволяет в разы ускорить производство благодаря 3D-моделированию и синхронизации всех процессов. Мы в августе этого года подписали с Министерством обороны контракт на поставку самолёта МиГ-35. Сейчас идёт производство этого самолёта. И в ближайшее время уже начнутся поставки непосредственно в эксплуатирующие организации Министерства обороны. Естественно, мы занимаемся продвижением этого самолёта на внешние рынки. Мы понимаем, что базовая модель МиГ-29 эксплуатируется в 50 странах мира. Конечно, основные страны — это страны Юго-Восточной Азии. Дешевле аналогов, оснащённые уникальным оборудованием для обслуживания нового истребителя, подходят мощности, предназначенные для МиГ-29. В этот объём, который обладает хорошими ординарическими характеристиками, удалось поставить новые системы, которые позволяют обнаружить облучение лазерным оружием. Установлены новые системы наведения, которые позволяют обнаружить больше целей и, соответственно, быстрее реагировать на угрозы, которые извне могут помешать выполнению боевой задачи. На сегодняшний день этот самолёт отвечает своему названию, то есть «Истребитель для завоевания превосходства в воздухе». У руководства предприятия сообщают, что в год могут выпускать порядка 40 таких самолётов, которые укрепят обороноспособность не только России, но и её партнёров. Евгений Непот, Дмитрий Малышев, Алексей Ялдин, Анастасия Данская. Вести. Московская область.